Привет! Ну а недалеко от Спартаковской площади, тоже рядом с метро Бауманская и тоже по Басманному району, проходит Спартаковская улица. Она проходит от площади Разгуляй и Старой Басманной улицы до пересечения Бауманской и Бакунинской улиц. Эта улица двустороннего движения автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет около 700 метров. Известна эта улица была еще по крайней мере 14 века, как дорога и всего Строумань. А 17 века шла через современную Бакунинскую улицу потом, дальше в село Рубцово-Покровское и Измайлово. А 17 века по правой стороне улицы располагалась немецкая слобода, где жили иноверцы, иноземцы, не только немцы, но и разные люди, граждане из других западноевропейских государств, которые приезжали в Россию, ну, в Москву, скажем так. С начала 18 века известен собор Богоявления в Елухове. Ныне существующий собор, вторжен, правда, несколько позже, в конце 18-го, 1-го и 19-го веков. Ну, и известен более как Богоявленский собор или Елуховский собор. В конце 18-го, в начале 19-го веков, ну, улицы были построены садьбой Мусина-Пушкина, дом 2, ну, и некоторые другие. Также в 19-м, начале 20-го веков улицы застраивались уже деревянными домами чиновников, торговцев, ремесленников и рабочих. В 1914 году на улице был разбит Пушкинский сквер, в котором в 1931 году был установлен памятник Николаю Бауману. В первоначале улица составляла часть Покровской улицы, ну, которую когда-то сливалось село Рубцово-Покровское и дальше в Измайлово. Ну, и до 19-го года впоследствии называлась Елуховская улица, ну, по Елуховской слободе, которая здесь находилась еще раньше. И в 19-м году улица получила нынешнее название, ну, так же, как и площадь, по немецкой революционной организации «Спартак», которая позднее была преобразована в коммунистическую партию Германии. На этой улице, ну, поскольку она все-таки около 700 метров, в центре Москвы довольно много находится объектов. Вот, ну, скажем так, здесь, конечно, самое главное, это Елуховский собор, ну, и жилых домов здесь немного, кстати, в основном, не жилые объекты. Жилые дома здесь, в основном, советские, кроме пятиэтажного дома в начале улицы под номером 4, которым построен в начале 20-го века. Также здесь находится 13-этажный дом под номером 6, под номером 341 году, 12-этажные дома 70-х годов постройки, 9-этажный дом под номером 17, 364 года постройки, и также две пятиэтажки под номером 19, строение 2 и 3, и 1329 года постройки, стиль конструктивизм. И также пятиэтажка, но более поздняя, в 1555 году постройки, рядом находится под номером 19, строение 3А. Все остальное, это, соответственно, в основном, офисные здания, ну, и другие всякие нежилые постройки. Это бывший дом государственного деятельства, археолога, географа, историка, президента Академии художественного Мусина Кушкина. Как раз под номером 2 с него открывается вот эта улица. С площади Разгуляющего он находится, да, вот как раз на этой площади, частично выходит. Здание 18 века, вот. В 19 веке здесь находилась Московская, вторая Московская гражданская гимназия. В советское время был дом Красной Армии, индустриально-педагогический институт имени Липкнахта. Вот. И с 1343 года был Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Вот. Ну, построен был этот дом в 1800 году Археектором Атеем Хазаковым на месте дома Якова Брюса с подвижником Петра Первого. Построен в стиле классицизма. Вот. Ну, потом несколько раз перестраивался. В 1850-х годах здесь жил поэт Мэй. Вот. На сюжеты его драм были написаны некоторые оперы римского Корсакова. Вот. Теперь тут всякие разные административные и офисные здания находятся. Рядом находится единый расчетный центр Министерства обороны, здание поддона 2А-2А. Это бывшая академия Госплана СССР, здание 1937 года постройки. Рядом также находится институт теплоэлектропроект поддона 2А. Старейшее предприятие отрасли, работает с 1918 года. Спортивно-стрелковый центр и офисы в здании поддона 2А-строения 2А. И рядом также 57-й центральный проектный институт Министерства обороны, здание поддона 2А. Это бывшая войсковая часть, здание 1936 года постройки. Изначально оно было предназначено для индустриально-педагогического института имени Липтных. Это как раз достроено в 1930-х годах архитектом Разовым для плановой академии имени Молотова. Но потом была войсковая часть. Здание образует такой единый комплекс с жилым домом, рядом находящийся по Спартаковской улице. На противоположной стороне улицы находятся офисы в бывшей усадьбе Савиных-Закрепских. Она разгуляет здание поддона 3А. Состоит она из главного дома и двух флигелей 18-го и начала 20-го века. Ну то есть потом она перестраивалась в 19-е начале 20-го века. Интересно, усадьба построена в стиле классицизма. Тоже ее строил Матвей Казахов. Каменный, строгий, без излишних украшений. Двухэтажный дом построен на полуподвале. Фронтон украшают пилиастры. Улыбоком воскрюглены, что придает им некоторое изящество. Можно предположить, что дом не пострадал от пожара 1812 года. После Закрепского усадьбу на разгуляе купил инженер Николай Зимин. И жена его, Вера, она владела этим домом до революции 1817 года. Ну потом она жила в доме на Садово-Чернодрянской улице. А эту усадьбу сдавала в наем. Ну это уже перед революцией 17-го года как раз. Ну и дальше также за этим домом находится офисное здание подром 5. До революции тут был публичный дом находился. Рядом находится офисное здание подром 5, строение 2. В противоположной улице находятся офисы в бывшей усадьбе конца 18-го и 12-го веков подром 6 и 6А. Главный дом это такой небольшой двухэтажный особняк с мезонином. Чуть в глубине от улицы находится. Этим домом с садом небольшим, ну таким, кусарь, участком при нем владела семья Гильгер-Брандт. Вот, очевидно немцы были, которые приехали потом в Москву. Вот, с 1870-х годов владельцем стал Петр Гольцов, купец, коммерсант, как говорится. Ну, на экономе революции дом купил Борис Сериков, директор Центрального акционерного общества производства цемента, владельца торгового дома Сериков, Рингель и Старостин. Вот, он со своей женой тут вот тоже жил. Вот, на предположении, они находятся офисные трехэтажные домы, построенные в начале 19-го века под номером 7. Ну, а здесь по четной стороне дальше находится офисное здание под номером 8. Это бывший жилой дом середины 19-го века. Причем стены дома кирпичные, но перекрытие деревянное сохраняется. Вот, в начале 20-го века, ну, сначала дом владел Мещанин Сысоев, вот, также потом, соответственно, часть дома купил купец Степан Лазарев и Наталья Песоцкая. В начале 20-го века дом пришел к купцу Ивану Реброву. Он ведал кожевенным делом. Ну, и Ребров объединил разрозненное владение в единое целое. При доме открылась кожевенная лавка, которая существовала у катастроенной революции 1917-го года. Ну, и дом дошел до нас, в общем, практически без изменений с 19-го века. Интересные наличники и карниз. В середине 30-х годов, в 1930-х годах, в соседнем владении началось строительство многоэтажного жилого дома Госплана СССР. В связи с этим постройки владения были переданы на баланс Госплана. И оно продолжало использоваться как ведомственное жилье, жилой дом в советское время. Вот, ну, в настоящее время, в принципе, такое двухэтажное здание, частично трехэтажное, частично, как я сказал, уже кирпичное, но перекрытие деревянное. Фасады здания выдержаны в стиле эклектики. На предположении, на улице находятся офисы в здании бывшей усадьбы Мамонтова, главный дом с фигелями, подром 9, 18-19 веков, где сейчас расположена библиотека имени Пушкина. А когда-то и была вот тоже усадьба, еще в 18-19 веках. Вот, тоже с садом, с таким небольшим участком при этом, при этой усадьбе, да. У первого владельца меня был Тимофей Чонжин, вот, колледжеский советник, он статский советник, даже был вице-губератором Москвы какое-то время. Вот, ну, соответственно, после войны 1812 года участник приобрел купец, крышенинников, вот, он несколько перестроил тот дом. Потом фигели были с двум домом арками, шоу-соу-соу, тут единый ансамбль усадебный. Вот, интересные резолиты, также на дворовом фасаде. Вот, и также ограды, чугун, с чугунными решетками, воротами. Ну, потом дом неоднократно менял хозяев, владел Николай Мамонтов. Вот, здесь бывали Герман Лараш, друг Чайковского, сам Чайковский, также Павел Третьяков, ну, и некоторые, многие другие деятели культуры. В 1911 году, вот, ну, потом владели Мухины, да, этим, в классе последний владельцем дом были Мухины, ну, а затем, соответственно, уже купил этот дом-город, пришел к владению города. И здесь, с 1912 года, и по настоящий день располагается библиотека и читальня имени Пушкина. в этом здании. Вот. Ну, и, кстати, во дворе находится памятник Билл Скушкину, установленный в 1937 году, к столетию со дня гибели поэта, скульптора Домогацкого. На другой стороне улицы находятся офисные здания, бывшем шелом доме конца 19 века, под номером 10, двухэтажный кирпичный дом, это был особняк Голубевой. Вот. Так что, так вот, на углу находится, с Петешковским переулком. Ну, и в 1990-х годах Голубев открыл свой дом частную лечебницу для больных нервными и душевными болезнями. Вот. Наследники Голубева владели домом до революции 1917 года. Клиника закрылась незадолго до революции. Потом дом был какое-то время заинт коммуналками. Ну, а потом уже, соответственно, сейчас стал нежилым строением, очередной офисом находится. По другой стороне на переулке находится ресторан «Разгуляй». Это бывший дом евангелического Саревского общества под номером 11, строение, где начало 20 века. Двухэтажный кирпичный дом. Ну, и, так сказать, далее за домом Голубев бывшим находится Московская биржа, ну, бывшая, да, здание под номером 12, пятиэтажный, построенный в 2005 году. А может, оно и сейчас тоже под биржей используется. Вот. Ну, а за зданием, соответственно, ресторана «Разгуляй» находится здание бывшего Богоявленского народного училища под номером 13, конца 18-19 веков, ныне церковная лавка Ивуховского собора. В 2014 году был сделан ремонт с полной перепланировкой внутренних помещений. Ну, и дальше, собственно, по улице идет самое главное строение на этой улице. Это как раз, собственно, сам Богоявленский Еловский кафедральный собор в Елухове под номером 15. Это главный храм Московской городской епархии. Здесь находится капитал Патриарха Русской Православной Церкви. Вот. Храм был построен в середине 19 века, то есть, тогда еще под Московным селем Елухово. Никогда не закрывался. Построен в стиле классицизма состоит из основного пьема с пятиуглами, трапезной и четырехъярусной колокольни. Ограда 19 века. В интерьере сохранился старый пятиярусный позолоченный иконостас. Много святынь там находится, в этом храме. Во дворе находится крестивный храм святого Василия Блаженного. Вот. Он как раз родился в 1468 году здесь, в Елухове. Вот. Здесь был крещен также Пушкин в этом храме. Ну, вот. Ну, и похоронен не так давно Патриарх Московской Церкви. Руси Алексей II. В этом же храме. Вот. Ну, тут много всего. Об этом храме, конечно, можно много говорить. Можно сказать, часами. Также на улице находится многофункциональный центр. Здание подрох 16. С рестораном скипли час, с продуктами, кулинарией и другими всякими разными нежилыми организациями. Правой части двухэтажное каменное здание. Известно, еще с начала 19 века, по крайней мере, им владел купец Емельянов. Ну, возможно, еще и раньше построенном. Соответственно, потом разбогатевший купец уже в 20 веке Василий Герасимов построил над старым зданием третий этаж и вплотную с левой стороны возвел новое строение, которое объединил со старым одним фасадом в русском стиле. В 1910-х годах Херкар Кузнецов перестроил здание еще раз. Ну, за храмом находится магазин книги Новомонске и аптека. Здание подрох 21, конца 18-19 веков. Это тоже бывший жилой дом. До войны здесь был кинотеатр «Третье интернационал», после войны переименованный в «Радугу». Ну, весной 3070-го года вместо кинотеатра открыли пивной бар. На первом этаже также открыл шашлычный. За этим зданием находится офисное здание подром 23, тоже бывший жилой дом конца 18-19 веков. Затем идет ресторан японской кухни «Экитория» подром 25, тоже бывший жилой дом конца 18-19 веков. Ну, а по другой стороне улица, эту улицу, так сказать, заканчивает «Театр кукол», потом 26-30. Тознан был в 1929 году, в системе госэзата назывался «Театром детской книги» изначально. В 1937 году получил название «Первомосковский кукольный театр», с 1934 года носит современное название просто «Театр кукол». Его основали педагог Витман, режиссер Швембергер. Ну, и много тут всего, в принципе, ставится. До сих пор он продолжает работу. Ну, здание театра построено еще в 1868 году. Вот. Так что находится он в таком, в принципе, старинном особняке. Ну, один из старейших театров «Театр кукол» в Москве, уже 75 лет, работает для юных зрителей от 3 до 12 лет, в основном, в такую аудиторию основная. Ну, тут он показывает сказки, народные, литературные, русско-зарубежные. Много постановок проводились. Художественного подъеков, вроде бы, у Кричкова, сейчас не знаю, может, какой-то другой. Ну, и Пушкинский сквер, да, с памятником Баумана и Ловской площади тоже, вот, можно там погулять. Так что здесь, конечно, стоит побывать, как и на Спартаковской площади, конечно, обязательно посетить эту улицу. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!